Полундра, ребята! Добро пожаловать на борт нашего канала «Пираты гумной гармошки». Сегодня мы снова приоткроем страницы братового журнала и продолжим говорить об интервалах на гумной гармонике. Напомню, что интервал — это расстояние между двумя звуками. Это может быть расстояние между двумя звуками, сыгранными последовательно, тогда такой интервал называют мелодическими, либо сыгранными одновременно. Это будет гармонический интервал. В прошлом видео мы уже рассмотрели интервал прима. Посмотрите видео по подсказке на экране. В следующем идет интервал секунда, который делится на два — большая и малая. Как мы помним, интервалы измеряются в тонах и полутонах. Так вот, малая секунда — это интервал в один полутон. На грамматической гармошке полутон можно продемонстрировать с помощью слайдера. Играем первое отверстие на выдох, после зажимаем слайдер и играем его же. Получится мелодическая малая секунда. Но как же сыграть ее гармонически? Дело в том, что в видео про субтон мы встречали некий диссонанс, когда сжимали слайдер, но не до крайнего положения, а наполовину. У нас получался следующий звук. Это была малая секунда. С точки зрения субтона, малую секунду можно принять за ошибку. Но с точки зрения интервалов это не так. Где же ее можно использовать? Как же играть малую секунду? Играется малая секунда как с блокировкой губами, так и языком. Как на вдох, так и на выдох. Возьмем для примера ноту соль на третьем отверстии на выдох. Начнем плавно нажимать на кнопку слайдера. Сперва мы услышим субтон, а после, когда слайдер приоткроет верхнее, так и нижнее отверстие, услышим две ноты, сыгранные одновременно. Соль и соль диез. Это и будет малая секунда. Для начала стоит медленно подходить к интервалу, постепенно зажимая слайд и запоминая нужное положение. Далее следует чередовать одиночную ноту и интервал, а уже потом брать интервал сразу. Также потренируем обратное движение, когда у нас зажат слайдер. Мы его медленно опускаем и доходим до секунды. Таким образом тренируемся медленно переходить с одиночной ноты на секунду. Далее чередуем ноту с интервалом. Чередуем ноту с зажатым слайдером, интервалом, ноту с отпущенным слайдером и снова интервалом. И не забываем брать интервал сразу. Аналогично у нас здесь. Следующий шаг использование различных приемов на интервале. Разные типы атаки и артикуляции. Обратите внимание, что интервал мы всегда слышим субтоном. Это конструктивная особенность инструмента. Причем на гармошках с прямым слайдером субтон выражен менее явно, чем на слайдерах формы зигзаг. На каких отверстиях можно играть малую секунду на всех кроме 12? Там будет мало терция, о котором мы в будущем еще поговорим. Стоит отметить, что все интервалы мы не получим из-за особенностей строя. Тем не менее, мы получим их много больше, чем в случае с большой секундой. Большая секунда это интервал равный двум полутонам или одному тонну. На хроматике его можно изобразить как чередование вдох с выдохом на первом и третьем отверстие, которое будет давать ноты до, ре и соль, ля соответственно. Однако на этих отверстиях не сыграть гармоническую большую секунду. Она играется только в одном месте, на вдох, на отверстие 3 и 4, как с нажатым слайдером, так и нет. И звучит следующим образом. Аналогичный интервал повторяется на октаву выше и на две октавы выше, но получить его на две октавы выше мы можем только без слайдера. Слайдер будет давать нам большую терцию. Как играть эту секунду? Ее можно играть как с блокировкой кубами, так и с блокировкой языком. Для игры с блокировкой кубами нужно по аналогии с примой слегка расширить нашу позицию и обхватить центральной частью губ два отверстия. Для начала возьмем на вдох третье отверстие, медленно расширим позицию. Получим интервал и вернемся на одиночную ноту. Затем попробуем таким образом перейти с ноты ля на ноту си. Далее возьмем интервал сразу. Аналогично проделываем упражнение при зажатом слайдере в разных октавах. Большая секунда, как и малая, не сонансный интервал, но все же воспринимается чуть менее напряженно. Ее можно использовать, например, для акцентирования нот. Для этого стоит извлечь интервал, но не в чистом виде, а лишь краешком губ для ноты си или до, если вы играете с зажатым слайдером. Нота ля и си бемоль при этом остается в обычном положении и таким образом будет звучать громче соседняя нота. Причем извлечь верхнюю ноту интервала нужно быстро, тут же перейдя на одиночный тон. Нужно как бы поддеть верхнюю ноту, тем самым акцентировав внимание слушателя. Также этот прием позволяет разнообразить всю партию в целом. Таким образом мы сегодня рассмотрели интервал секунда. На этом мы закрываем портовой сигнал. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Попутного ветра! Пока!